У нас следующий доклад прочитает Валентин Симонов, это полевой инженер в Unity с многолетним стажем и расскажет нам про практическую оптимизацию в Unity. Поприветствуем, Валентина! Да, спасибо, что пришли, присаживайтесь. Я так понимаю, если вы сегодня здесь, сейчас вы хотите сделать свои игры лучше, и я очень надеюсь, что из этого доклада вы вынесете какие-то именно практические вещи для себя. Но если вы пришли сюда, чтобы сделать свои игры хуже, то можете послушать и сделать все наоборот, но это не цель этого доклада. Пару слов обо мне. Меня зовут Валентин Симонов, как уже представили. Я работаю в Unity, и моя должность называется филд инженер. То есть я работаю со студиями и помогаю сделать их проекты лучше. И за свою работу в Unity я уже участвовал в довольно большом количестве проектов, которые вышли вовремя и которые вышли лучшего качества, чем могли быть, грубо говоря. Также я стараюсь делиться знаниями, как вот на конференциях, разного рода тренинги по тому, как использовать Unity более эффективно. также блокпосты, и как-то я умудрился перевести книгу по шейдерам на русский язык, которую, может быть, кто-то из вас читал. Также, поскольку я программист, то у меня обязательно должно быть хобби, связанное с программированием. Я занимаюсь разработкой в библиотеке TouchScript в свободное время, которая позволяет сильно упростить работу с Touch Input, грубо говоря. И я недавно узнал, что эту библиотеку использовал в Pokemon Go. Так что, если вам интересно, можете зайти абсолютно бесплатно в Open Source. Вот это все. Вот. А о чем сегодня доклад на самом деле? То есть казалось бы, что это про оптимизацию, но на самом деле доклад про эффективность, если говорить совсем абстрактно. И ведь действительно, если взять, допустим, синир, программиста и джунир, то чем они фундаментально отличаются? Они отличаются эффективностью решения задач и решения проблем, с которыми они сталкиваются. И если взять какие-то глобальные проблемы, с которыми, я уверен, вы как разработчики сталкиваетесь, это первое, почему не работает нифига, а второе, почему все так медленно. И на самом деле эти проблемы очень во многом пересекаются, их решения. И хоть я сейчас хочу остановиться на второй проблеме, которая, по сути, переходит плавно в оптимизацию. Все, что я расскажу, оно также может применяться для решения других проблем. К сожалению, очень часто, когда я прихожу в студию, я вижу примерно такую картину. То есть уже продакшн находится уже где-то близко к дедлайну, что-то не работает, что-то работает неправильно, и какая-то паника вокруг. И на самом деле в такой ситуации очень сложно построить правильно процесс для того, чтобы, как сказать, ну по-научному, что ли, подойти к процессу решения этой проблемы. А на самом деле, если взять и подумать, как выглядит алгоритм оптимизации, то он выглядит очень просто. То есть сначала нужно собрать данные с вашего проекта, то есть что происходит. Потом эти данные нужно правильно интерпретировать, понять, почему это происходит. Дальше нужно составить список возможных оптимизаций, которые обязательно должны быть отсортированы. То есть таким образом, что сверху должны оказаться оптимизации, которые за минимальные ресурсы, там, человека-дни и так далее, они приводят к максимальной выгоде, как бы очевидно. Ну и потом, когда у вас есть уже этот список, дальше уже это сугубо такой механический процесс, вы идете по нему сверху вниз, пока это имеет смысл. То есть это уже бизнес-решение, типа здесь остановимся, все. Этот слайд очень важен, алгоритм очень важен. Он как бы простой, но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, первое, если для того, чтобы правильно собрать данные, вам нужно знать, хорошо знать тулзы, хорошо понимать, что вы делаете. Потому что если вы соберете какие-то данные с вашего приложения, и они будут неверные, то на неверных данных можешь делать любые предположения, и они будут полезны чуть менее чем никак вообще. Дальше вам нужно правильно поставить диагноз, грубо говоря. У вас что-то происходит, вы видите там такой FPS, вы видите, что у вас там какой-то код выполняется так долго, он там генерирует столько мусора, и вы должны правильно понять, почему он это делает. То есть для этого нужно там какие-то знания, какой-то экспириенс, вот это вот все. И опять же, если вы неправильно ставите диагноз, то вы можете потратить кучу времени, решая не ту проблему. И следующий важный момент – это то, что кто занимается третьим пунктом, тот человек, он должен правильно понимать и осознавать, что он делает. Потому что, к сожалению, если дать эту задачу какому-то рандомному девелоперу, там хорошему девелоперу, они говорят, что это должен быть плохой девелопер, то, скорее всего, он начнет оптимизировать то, что ему нравится. Что ему нравится. Подумайте об этом немного. И этому есть много примеров, и самый мой любимый пример – это когда человек, вдохновленный обжект пулами, он сделал, по сути, очень такую хорошую имплементацию обжект пулов для системы в игре, в которой объекты создаются один раз за игру. Какая эффективность этой оптимизации? Отрицательные. Ну вот, отрицательные, говорят из зала. Соответственно, сегодня за отведенное мне время я хочу сосредоточиться на двух вещах и, собственно, как Unity может помочь вам в решении этих проблем. То есть первая часть моей презентации будет про тулзы, вторая часть моей презентации будет таким сборищем каких-то знаний, которые появились из проектов, с которыми я работал. И, скорее всего, вы тоже с чем-то из этих сталкивались. И я надеюсь, что если не сталкивались, то не то чтобы, я надеюсь, что столкнетесь, но, в общем, пригодится вам. Значит, первое – тулзы. Unity дает довольно много классных тулзов. Я очень надеюсь, что вы используете как минимум профайлер и фрейм-дебаггер, которые идут прямо в стандартные поставки Unity. Также у нас есть вот такой классный проект, который называется Memory Profiler. Находится он вот здесь. И мне очень интересно, кто им пользовался когда-нибудь. Поднимите руку. Три, четыре, пять человек. Я покажу, что он может делать. И это очень-очень мощный тул. И у меня будет еще несколько слайдов по этому поводу. И, соответственно, в зависимости от того, на какой платформе вы работаете, на каждой платформе есть хорошие тулзы, которые дает система. То есть, поскольку я в основном работаю на мобильных, мне больше нравится работать на Mac, потому что Apple реально дает очень классные тулзы, которые позволяют не только понять, что происходит, а также правильным образом изучить именно, что происходит внутри какого-то закрытого движка. Опять же, до этого дойдем. И если кратко сказать о знании, то, к сожалению, какой-то advanced knowledge получить сейчас не так легко. То есть у нас, если брать сайты, всякие туториалы, которые делаются не только нами, они в основном заканчиваются где-то на beginner, и вот там чуть-чуть intermediate, наверное, уровни. То есть для того, чтобы получить именно знания выше среднего, вам нужно их искать. То есть где искать? То есть у нас в блоге часто пишут инженеры. Это именно те люди, которые имплементируют все эти фичи, все системы в Unity. В форумах очень много классной информации, можно подцепить. И мы постарались глубоко запрятать вот эту вот ссылку. То есть здесь инженеры Enterprise Support, которые занимаются еще более advanced, что ли, тем же, чем я занимаюсь, они работают с большими студиями, они написали несколько гайдов, которые чрезвычайно полезны. То есть если вы никогда не были по этой ссылке, обязательно зайдите и прочитайте все, что там есть. Ну и, конечно, видео с конференцией. То есть там тех же DivGAM, там бесконечные Unite наши. Очень много классных докладов, можно подцепить оттуда. Ну и если в вашей компании, в вашем городе проходит какой-то тренинг, особенно от Unity, обязательно заходите. Они всегда очень полезны. Значит, более подробно о тулзах. Самый классный инструмент, который дается совершенно бесплатно и доступен прямо в редакторе, это, конечно же, профайлер. То есть профайлер позволяет вам посмотреть, что происходит в вашей игре, позволяет подцепиться непосредственно к устройству, удаленно посмотреть, что происходит на устройстве, и показывает очень много классной информации. Например, о локации, которые потом будут мешать скорости работы garbage collector, лучше всего смотреть именно в нем. И такой рандомный вопрос. А кто знал, что вот этими штуками, квадратиками можно отключать отображение? Отлично. Очень интересно, что очень много людей не знают этого супер-фича. Я не буду сильно останавливаться на профайлере. Очень надеюсь, что всем им пользуются. Я просто остановлюсь на паре вещей, которые, я считаю, очень важны. Во-первых, это то, что у профайлера есть классный IP, вот begin sample, end sample. По сути, вы можете окружить нужный вам кусок кода и посмотреть всю информацию о нем, то есть за сколько он выполняется, сколько он памяти там аллоцирует и так далее. И более того, внутри в движке профайлер на самом деле устроен ровно так же. То есть вы видите, ну вот это аналогия. По сути, внутри движка есть код, и он огорожен теми же практически begin sample, end sample. Отсюда возникает один из самых популярных вопросов. Что такое overhead? То есть вы часто можете увидеть, допустим, вот такую вот штуку, в которой написано overhead и ничего не говорится. На самом деле это просто, то есть это, грубо говоря, та работа, которая не была, не попала ни в один из вот этих блоков, как бы begin sample, end sample. То есть это что-то, на что-то потратилась работа, но движок не знает на что. Вот. К сожалению, профайлер, он не может все посмотреть. И для этого есть другие, более классные тулзы. То есть тут как бы ничего страшного, просто мы не видим, что это. Следующий очень частый вопрос, возможно, даже первый по популярности, это что такое GFX wait for present, и почему он ест у меня вот столько времени? На самом деле я согласен с теми, кто говорит, что это очень, по-русски слово misleading, то есть путающий какой-то, путающий блок, потому что он там просто сидит, и такое ощущение, что этот процессор там занимается чем-то чрезвычайно важным. То есть если здесь, вы смотрите, вот камера рендер, как бы идет рендеринг, до этого он там, это ваш behavior update что-то делает, то то, что вот здесь вот GFX wait for present, это процессор не делает ровно с счетом ничего. Он просто ждет, пока отрендерится кадр. И очень просто это объяснить, если вспомнить, как сейчас работает рендеринг в Unity, в основном на всех платформах практически. То есть есть главный поток, в котором выполняется большая часть кода и весь ваш код. Есть рендер поток, который главный поток кидает какие-то команды, типа отрендери мне вот это, туда-сюда, и рендер поток уже на GPU кидает более low-level команды. Вот. И здесь мы можем увидеть, что вот рендер поток рендерит предыдущий кадр. И здесь происходит, собственно, показ картинки, тот самый present, который мы ждем. И получается, что пока вот до сюда не дойдет, следующий кадр не может начать рендериться, и просто CPU ждет, пока, собственно, что-то произойдет здесь на рендер потоке. И такая ситуация может возникнуть в нескольких ситуациях. Первая ситуация, если вы пытаетесь рендерить слишком много всего. То есть вы просто… Просто рендер поток, он не успевает вовремя на GPU закинуть все команды, грубо говоря. Упрощение. Второй вариант – это то, что вы рендерите слишком сложное что-то. Значит, рендер поток должен ждать, пока закончится, соответственно, рендеринг. Поэтому он тоже там не делает особо много чего-то полезного, он просто ждет. И в этих двух ситуациях вы… В первой ситуации вы видите большую нагрузку на CPU и небольшую нагрузку на GPU. Но у вас будет маленький фреймрейт. А во второй ситуации вы видите небольшую нагрузку на CPU, но большую нагрузку на GPU. И, собственно, все, что эта штука делает, это не делает ничего. Просто ждет. Надеюсь, нормально объяснил. Там есть какие-то вопросы. Следующая важная вещь профайлера – это то, что вы обязательно должны тестировать на девайсе. К сожалению или к счастью, в редакторе код по многим моментам отличается от того, что у вас на, грубо говоря, в плеере на какой-то платформе. И сделано это в основном для того, чтобы вам было сложнее выстрелить себе в ногу и чтобы там какой-то случайный, какой-то случайный эксепшн не взорвал, грубо говоря, все. То есть могут появиться такие вещи, которые вы увидите в редакторе, но которых не будет у вас где-нибудь на мобилке. Самый довольно хороший экземпл этого – это, соответственно, вот эта вот штука. То есть здесь мы видим, что что-то происходит, и get-компонент эллоцирует вот какое-то большое количество памяти. Сразу же можно впасть в панику и пытаться это оптимизировать. На самом деле это как раз конкретный экземпл того, что редактор пытается для вас, собственно, что-то сделать, чтобы у вас все не взорвалось. То есть эта вот строчка, она выходит вот отсюда, потому что мы пытаемся взять аудиосорс, которого на этом объекте нет. И в билде вот эта штука, она не будет ничего особенно делать. Это как бы к вопросу о том, что нужно правильно интерпретировать, что происходит, и просто вы можете потратить на вот эту вот странную штуку довольно большое количество времени. Следующая классная штука, которая у нас есть, это frame debugger. Он есть с версии 5 и позволяет вот так вот остановить кадр и посмотреть каждый дрокол, что рисуется. Смотрите, я просто скроллю вниз список дроколов, и у меня рисуется текущий кадр вот этой вот endless runner некоторого. И также, если эти объекты не бачатся, вы сможете увидеть, соответственно, в иерархии, что это за объекты. Этот тул очень классный, во-первых, тем, что он встроен в редактор. Им можно, опять же, подключиться к девайсу, и на нем вы можете увидеть сразу же некоторые вещи, которые обычно не видны. То есть какую-нибудь, я не знаю, супер прозрачную геометрию, которая рисуется, вы ее просто не видите, там случайно забыли, допустим. Или здесь, если посмотреть сначала, то вот тут есть какое-то количество вещей, которые рисуются, но их почему-то не видно. То есть, возможно, это из-за того, что здесь вот есть вот этот шейдерный эффект закругления. И вот это вот, что рисуется, оно рисуется где-то вон там, и поэтому вы этого просто не видите. То есть и правильная оптимизация будет на каком-то этапе, допустим, просто не рисовать какие-то вещи, которые попадают под то закругление. Возможно. Вот. И мы дошли до unity memory профайлера, вот этого, которым никто не пользуется, вот, а должны пользоваться. Значит, как эта штука работает? Есть вот этот проект, который лежит open source у нас. Соответственно, вы билдите ваш проект, допустим, под iOS или под Android, используя L2CPP. Вы открываете этот проект в Unity, там есть в меню специальное окошко, открываете окошко, подключаетесь профайлером к вашему билду, в окошке нажимаете grab snapshot и смотрите, веселитесь. Эта классная штука позволяет увидеть несколько вещей, которые другими тулзами увидеть, честно говоря, либо невозможно, либо чрезвычайно сложно. Вот это окно, то есть вот там load snapshot, и здесь я его чуть-чуть сжал, чтобы можно было сюда еще что-то поместить. И, собственно, что он показывает? Показывает. То есть здесь он показывает вот такими вот прямоугольничками, что у вас там находится, там можно зумиться туда-сюда. И здесь на самом деле я загружаю четыре текстуры большие, вы видите, вот там texture 2D, 21 мегабайт. И эти текстуры я загружаю разными способами немножко, чтобы продемонстрировать, как можно увидеть, почему эта текстура находится в памяти. Первое. Смотрите, у меня есть, собственно, private field, я загружаю bundle, я загружаю с bundla текстуру и сохраняю вот этот field, потом выгружаю bundle, что у меня остались текстуры. И здесь мы, memory profiler нам отчетливо показывает, почему эта текстура висит в памяти. То есть смотрите, здесь вот скрипт, это название моего объекта, и текстура, которая там grumpy cat, вот этот код, я всегда экспериментирую на них, повышает мораль. И здесь мы видим, что вот эта текстура, она держится вот этим объектом scripts, потому что она держится вот этой штукой. То есть в принципе здесь понятно. Следующая текстура грузится немножко по-другому. Смотрите, она тоже грузится из bundle, но сохраняется в какую-то локальную переменную. Значит, легко предположить, что в какой-то момент, когда вот этот execution закончится, вот этого вот кода, эта переменная, она исчезнет, и, соответственно, наша текстура убьется garbage collector в какой-то момент. Но она здесь все еще висит, пока не убилась, и до этого мы дойдем. И, соответственно, memory profiler нам говорит, что смотри, вот у нас есть текстура, тут даже написано, no root is keeping this object alive. То есть это значит, что нету объекта на C-sharp стороне, из-за которой этот объект как бы держится в памяти. То есть в следующий раз, когда вы вызовете там unload unused assets, то эта текстура убьется, пока она висит. И, пожалуй, самый сложный вариант, который другими тузами вообще чрезвычайно сложно понять, что происходит, но на этом примере как бы просто, потому что он очень маленький. Если у вас гигантская игра, и у вас застряла где-то текстура такой штуки, понять, почему он там застрял, очень проблематично. Здесь он прямо нам говорит. Смотрите, чем отличается. У нас есть некоторое статическое поле, некий статический лист. Мы грузим текстуру и добавляем в этот лист. То есть референс держится некой статической штукой, и memory profile нам отсюда и говорит. Вот это то же самое. То есть здесь вот этот static field, у меня класс называется, bundle loader. и, соответственно, он держится вот этим листом, в листе там массив, не знаю, в яйце еще одно яйцо и так далее. И, соответственно, показывает нам, чем эта штука держится. То есть вы можете сразу увидеть, ага, вот этот класс в таком-то статическом поле держит нашу штуку. Надеюсь, после такого краткого введения вы попробуете эту тузу на своих реальных проектах и увидите, как она реально круто работает. А дальше есть большое количество тузов, которые дает нам платформа. И поскольку я сказал уже, что я большой фанат Apple и так далее, хотя после последнего объявления MacBook Pro, возможно, это изменится в скором будущем, но мне очень нравятся те инструменты, которые они дают. То есть два инструмента, которые используются наиболее часто, это time profiler и allocations. Соответственно, они показывают все. То есть вы загружаете на устройстве, подцепляетесь с инструментами, он показывает вообще все. То есть если профайлер не может показать вам некоторые вещи, например, он не может правильно показать, что происходит на этапе загрузки, то есть когда происходит инициализация движка и так далее, он не показывает разные вещи, которые происходят в других потоках, что на самом деле очень плохо иногда. И вот эта штука показывает вам с детализацией до метода, где у вас что происходит, сколько времени занимает и сколько памяти лоцирует. И самое прикольное, что показывают, что эти штуки можно сохранять, трейсы можно сохранять, потом передавать кому-то еще, для того, чтобы показывать, смотри, вот здесь у тебя косяк какой-то. Давайте посмотрим простой пример. То есть у нас есть игра. Мы знаем, что в этой игре течет память, потому что мы это видим какими-то другими инструментами. И в том числе мы видим это в профайлере. То есть в профайлере там есть вот эта вот строка памяти. Мы видим, как она растет. Но при этом профайлер, который показывает, что выполняется там, он не показывает никаких аллокаций вообще. И тут непонятно, что происходит. Значит, если мы возьмем, подключимся к этим allocations инструментом, он нам показывает сразу вообще, в чем проблема. Оказывается, у нас есть некий поток, который мы видим вот здесь вот, вот на thread start, вот идет, 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 и приходит в наш код вот сюда. Тут класс, тестовый класс, он специально называется leak, то есть там, в общем, утечка памяти. И мы здесь видим, что вот этот вот класс, вот этот вот метод, он здесь создает какое-то количество массивов, которые не убиваются потом. И при этом это происходит в потоке, который профайлер, к сожалению, не видит. То есть профайлер видит, что что-то происходит не то, но не может вам показать. А вот эта штука видит все. То есть вы можете посмотреть, как бы, что происходит. Что хорошо в подобного вида инструментах? Это то, что вот эти вот данные, полученные правильным образом, они позволяют задавать вам правильные вопросы. А правильные вопросы – это очень большой вклад в то, что вы получите правильный ответ. И, ну да, потому что если вы задаете правильный ответ, там, задаете правильный вопрос себе, вы даже чуть-чуть подумав, можете понять, как эту штуку решить. И тем более это полезно, когда вы приходите к нам и говорите, смотрите, баг. Или смотрите, а почему здесь вот что-то медленно или что-то алоцирует память. И уже конкретно показывает, смотрите, вот здесь. То есть у нас уже нет никакого способа сказать, что, а, вы сам виноват. Вот. Это как бы хорошо для вас. Поэтому если говорить о тулзах, задайте себе следующие вопросы. Знаете ли вы о существовании этих тулзов? Вот всех, которые я перечислил. Используете ли вы их сами и использует ли ваша команда их? Если вы отвечаете утвердительно на все эти вопросы, значит, как минимум, первый шаг вы делаете эффективно. И это очень хорошо, потому что мы, как Unity и я, собственно, мы хотим, чтобы вы, как разработчики, были выше какой-то планки и могли много вещей делать сами, потому что это делает наше с вами общение более продуктивным. Значит, следующее я хочу привести несколько примеров, которые я посчитал полезными, именно с точки зрения знаний, которые, к сожалению, либо даются тяжелым опытом, либо где-то вылавливаются аккуратно, там, между строк, в каких-то докладах на конференциях. Первое, но с этими знаниями есть проблема. Проблема в том, что в интернете написано много всего. И часто то, что написано в интернете, оно не то чтобы неверно, а не совсем правильно. То есть, во-первых, может быть очень много устаревшей информации, которая, допустим, была релевантна там сколько лет назад на Unity 4, а сейчас она, допустим, менее релевантна. Во-вторых, может быть какая-то информация, которая просто неприменима для вашего проекта и неприменима для вашей платформы. То есть, есть много хороших блогов, в которых люди там тестируют производительность там и так далее, но производительность протестированная, допустим, на Windows, она может чрезвычайно отличаться от того, что вы получите, допустим, на iPhone. Не может, а будет, но по всяким разным интересным параметрам. И, к сожалению, есть много информации, которая просто неправильная. То есть, также в докладах и так далее. То есть, даже я могу стоять здесь и быть уверен, что я вам говорю что-то правильно. На самом деле я могу ошибаться. Вот. И поэтому нужно как-то все проверять. Значит, есть один старый довольно пример. То есть, как только вышла пятерка, уже довольно давно, сразу народ стал жаловаться на то, что у них сильно увеличилось количество draw calls. То есть, а в интернете везде написано, что draw calls – это самое страшное, что могло случиться с геймдевелопментом за 2000 лет. Вот. И правда в том, что теперь таким образом работает static batching. То есть, draw call, они бывают совершенно разные, грубо говоря, легкие и тяжелые. То есть, тяжелые draw call – это draw call, между которыми есть какое-то количество переключений состояний, там, рендеринг другими шейдерами, там, upload текстур, мешай и так далее. Легкие draw call – это между которыми не происходит никакого переключения состояния. Мы здесь видим, что здесь вот идут эти draw call, между которыми не происходит никакого переключения состояния, они работают очень быстро. То есть, здесь как бы не имеет смысла пытаться что-то оптимизировать там и так далее. Это все работает правильно. И основной вопрос – а что же делать тогда, если ничему нельзя верить? Ответ очень простой. Если вы хотите применить что-то на своем проекте, обязательно протестируйте сначала. То есть, вы можете сделать какой-то свой тестовый проект, протестировать вот то, что вы хотите имплементировать, именно на ваших данных. Потому что каждая игра, она, к сожалению или к счастью, уникальная. И если там вот этот совет хорошо работает для этой игры, то для вашей игры наверняка он, ну, может так оказаться, что он для вас не будет работать правильным образом. То есть, нужно все тестировать. И давайте, допустим, посмотрим на пару примеров. То есть, как бы вы могли подойти к некоторой информации, которую вы услышали в интернете. То есть, есть такой кейс, о котором мы часто говорим, и который всплыл даже где-то часа два назад про папку ресурсов. Папка ресурсов – это очень удобный инструмент, когда вы начинаете использовать Unity. То есть, очень легко оттуда что-то грузить, выгружать. API очень простой. Просто помещаете все в папку ресурсов. Оно там есть, оно там как-то компилируется и так далее. Но когда игры начинают быть большими и вырастают, то вы можете наткнуться на некоторые ограничения папки ресурсов. И вообще мы планируем что-то с этим сделать и каким-то образом там выпилить, не выпилить ее, но, возможно, заменить каким-то более правильным решением, основанным на сетбандлах, допустим. Сейчас, если вы сталкиваетесь с этим ограничением или если вы только начинаете работать, разрабатывать игру, сразу, пожалуйста, пытайтесь использовать ассетбандлы, потому что они гораздо лучше и с ними гораздо проще работать. Значит, у папки ресурсов есть несколько неприятных вещей, несколько минусов. То есть, первое, все папки ресурсов, которые у вас в игре, они все компилируются в один большой бинарник, тем самым туда может попасть что-то ненужное. Этот бинарник, он большой, и он не сжатый, допустим, в отличие от бандлов. А потом, каждый раз, когда вы делаете билд, соответственно, это все перебилдивается опять. То есть, это может существенно влиять на скорость билда. Дальше у этого несчастного файла есть лимит по размеру. То есть, у него лимит 4 гигабайта, с этим ничего не сделаешь, и, возможно, кто-то из вас догадывается, почему там 4 гигабайта. Я могу подсказать, что совсем недавно он был 2 гигабайта, и тоже, возможно, кто-то догадывается, почему он был 2 гигабайта. И, в общем, мы увеличили с надеждой, что 4 гигабайта будет достаточно всем. Соответственно, больше у вас ресурсов там внутри, тем медленнее они загружаются у вас в игре. И есть еще одна неприятная особенность. Это то, что каждый раз, когда запускается ваша игра, Unity создает индекс оглавления вот этих всех ресурсов для использования и держит его в памяти. То есть, возможно, он как бы небольшой, но теоретически чем больше ассетов, тем больше времени потратится в начале, при старте игры на то, чтобы сгенерить вот этот индекс. И на довольно слабых девайсах мы можем увидеть, что это занимает какое-то существенное количество времени для загрузки вашей игры. А никто не любит долго ждать, смотреть на загрузку игры. То есть, есть вероятность получения каких-нибудь однозвездных ревью, например. И для того, чтобы протестировать это, допустим, вы могли бы сделать нечто следующее. Что сделал я? Во-первых, я сделал 12 тысяч однописильных картинок, о чем сразу же пожалел, потому что ни Mac, ни Unity не понравилось такое количество маленьких картинок. Возможно, нужно было сделать как-то по-другому. Вот. И, соответственно, просто сбилдил вот этот вот билд без там всякого кода. И посмотрел в инструмент на iPhone 4s. Я часто его использую для, ну, как какой-то минимум. Сейчас, грубо говоря, какой-то самый минимум, потому что посмотреть, что будет на слабых девайсах. Вот. И видим мы следующее. Вы видите здесь, собственно, вот этот вот наш ресурс-менеджер трансфер. Загружает ресурс-менеджер и тратит на это, вон, там, 309 миллисекунд. То есть много это или мало, это еще зависит от того, какие ассеты. И, то есть, если у вас там, допустим, какие-то составные меши, это становится еще больше. И, допустим, время от времени я вижу там какие-то там 500-800 миллисекунд тратится ровно на это. На что вы, скорее всего, не хотели бы, чтобы тратились ваше драгоценное время. Вот. Как это найти? То есть вы просто открываете инструмент и ищете там вот по ресурс-менеджер трансфер. То есть тем самым вы можете немного изучить, как Unity внутри работает. То есть везде, где вы видите вот это вот магическое слово трансфер, это встроено в Unity механизм сериализации. То есть это либо что-то загружается с диска, допустим, либо что-то дублируется. То есть сначала сериализуется, потом десериализуется, получается новый объект. Вот. Это мы еще, видимо, увидим. И, соответственно, здесь вы можете задать уже себе вопрос. У вас есть данные, у вас есть 309 миллисекунд. Вы знаете, откуда это берется, и вы можете делать какие-то выводы. Все просто. При этом интересно, что проводя эти тесты, вы можете совершенно случайно найти какие-то вещи, о которых вы не знали, и просто задать вопрос. Хм, а что за фигня? Вот. То есть, наверное, зря я поместил это вниз, потому что здесь чуть загораживает. Но ладно, кому не видно, подпрыгивайте мне на что-нибудь. Вот. Значит, допустим, мы смотрим, мы видим наши 309 миллисекунд, и мы смотрим вниз, как бы что тут происходит. Значит, загружается какой-то Persistent Manager туда-сюда, и парсятся какие-то шейдеры. Так, стоп-стоп-стоп. Что за шейдеры у нас здесь парсятся? Оказывается, что при старте Unity парсит довольно большое количество шейдеров, которые вам, вероятно, понадобятся, и небольшим брейкпоинтом в исходниках можно найти следующий список шейдеров, которые парсятся в пустом проекте. Скорее всего, многие из них вам не нужны, особенно если вы делаете мобильную игру, и там вам неинтересны, как бы, дефирит, мошен-вектор и всякие другие вещи. Вот. И большую часть из этих вещей просто узнать. Но вы смотрите именно, как мы туда пришли. То есть мы увидели здесь что-то подозрительное, получили какие-то данные. Что это? Нашли, соответственно, эти шейдеры, пришли сюда. Здесь график сеттингс, и в график сеттингс есть вот эта вот вещь, которая делается за вас по умолчанию, о которой вы можете не знать, но вот здесь вот эти вот все шейдеры Unity вставляет вам в билд. Они парсятся в самом начале, когда загружается Persistent Manager, и вот есть вот эти вот вещи, о которых вы наверняка знали, что здесь можно какие-то шейдеры сюда добавлять, которые вы действительно используете. Но тем самым вы можете посмотреть, что происходит на этапе загрузки. Нужны ли вам вот эти шейдеры именно на этапе загрузки? Потому что довольно сложные шейдеры здесь будут парситься довольно долго. А еще это осложняется всякими платформенными вещами, которые могут вам, кстати, испортить статистику, и вы можете неправильно собрать данные. Например, вам нужно понимать, что iOS кэширует с компилированной шейдеры. То есть если вы установили игру, первый раз запустили, получили результат, что ваш шейдер компилируется очень долго, это значит, что, ну понятно, что первый раз запустился, iOS еще не закэшировал эти шейдеры. Потом вы хотите протестировать еще раз, вы запускаете эту игру, а все нормально, то есть оно окей. А это потому, что, в общем, из-за этого. То есть можно сделать совершенно неправильные выводы. Тоже нужно понимать некоторые платформенные разности. Вот. Такой тест. Тест номер два. Тоже, допустим, у вас есть следующий вопрос. Вообще, честно говоря, вот с подобными вопросами ко мне обращаются очень часто, и я их настолько не люблю, сложно сказать. Вопросы звучат примерно так. А что быстрее, А или Б? Единственный правильный ответ на такого типа вопроса это возьмите и протестируйте. Потому что вы используете такие-то девайсы, у вас игра работает таким-то образом, там 3D, 2D, вы используете там какие-то библиотеки, у вас там такой объем данных, у меня такой объем данных, все это совершенно разное. Я могу сделать тест, который на вашей ситуации не повторится никак. И опять же вы сделаете неправильные выводы. То есть, допустим, у нас есть вопрос. То есть, как нам быстрее создать динамически там N сложных объектов, в данном случае там, допустим, тысячи. Сложный объект в данном случае это некоторый элемент игрового пространства, который, ну для теста я просто взял там, у него есть 10 чилдов, и у каждого чилда там 10 каких-то компонентов на них висят. Как вы можете подойти к этой ситуации? То есть, первое, вы придумаете, какой самый наивный способ будет все это создать. Здесь мы имеем вот первое, самый наивный способ все это создать. Мы, значит, берем один объект, создаем 10 чилдов, каждому чилду этот компонент 10 раз, и делаем это тысячи раз. Окей. Следующий вариант. Что если мы сделаем один вот этот шаблон, поскольку нам нужны они одинаковые, и, ну то есть, сделаем один компонент, один gameobject, зафигачим к нему 10 чилдов, 10 раз этот компонент каждому, а потом будем просто клонировать через instantiate все это дело. Окей. Следующий вопрос. Зачем нам все это делать вообще динамически? Давайте сделаем prefab. Будем просто instantiate prefab. Взять девайс обязательно тот, на котором вы хотите использовать. У меня просто рядом был iPhone 6, и, соответственно, я тестировал на нем. Имеем следующее в данной ситуации. Первый вариант супер наивный и работает супер медленно, не делайте так. Второй вариант работает гораздо быстрее. Третий вариант работает почему-то чуть-чуть медленнее, но здесь третий вариант, собственно, работает как? То есть мы передали ссылку на prefab, и каждый раз этот prefab клонируем. Если сделать так же, как во втором, там чуть-чуть по-другому, то есть сначала склонировать этот prefab в один, а потом клонировать тот клон. Получаем быстрее. На самом деле тут не так просто в некоторых случаях объяснить, почему что-то работает быстрее, что-то работает медленнее. Если мы, допустим, инстрашиваем prefab, то Unity выполняет некоторые такие действия, типа мерджинга prefabов, допустим. То есть если этот prefab ссылается еще на какой-то prefab, ему нужно это смержить, и вы уже получите как бы смерженный prefab, который теоретически потом клонируется проще. Также внутри Unity при вот этом клонировании, он, если там есть какие-то компоненты, то он эти компоненты сортирует по execution order, чтобы в правильном порядке им вызвать сам awake, старт и так далее. То есть на это тоже может уйти какое-то время. Давайте посмотрим через instruments, допустим, на 1 и 2. 1. Просто запускаем этот тест на айфоне, запускаем тайм профайлер, ждем, пока он выполнится, и смотрим сюда. То есть вот он наш вот этот вот объект, который я назвал create-utils, и дальше вот что-то происходит, он туда-сюда, и мы видим, что куча времени уходит вот на вот этих двух товарищей. Так называемый can-add-скрипт и require-components-off. То есть если вы это видите в первый раз, вам даже не нужно знать, что это делает, примерно можно понять. То есть идет какая-то проверка, а можем ли мы добавить этот компонент сюда. Дальше идет еще какая-то проверка, то есть независим ли мы еще от каких-то компонентов. Все вот это идет, потом в managed, в C-sharp проверяет атрибуты и так далее, и на это уходит столько времени. То есть понятно, куда уходит вся наша производительность. То есть понятно, почему это делать не надо. И понятно, почему следующий вариант не уходит сюда. То есть вот этот вот второй, где создать один шаблон. Создать один шаблон выглядит следующим образом. Извиняюсь за опять вот это вот низкое расположение. Собственно, здесь все, что происходит, мы опять видим, вот видите, трансфер, трансфер, трансфер. Просто все, что происходит, это берется вот этот вот шаблон, сериализуется в некоторый бинарник, а потом здесь реализуется уже новый. Ему не нужен вот этот компонент проверять туда-сюда, можем ли добавить этот компонент или не можем. И все вот это вы видите просто из этого инструмента. И уже можете сами понять, ага, интересно, почему это так работает. Но что мы можем сделать еще? Работает. Если вы довольно внимательно следите за всякими разными нововведениями, то вы, возможно, заметили, что в 5.4 у нас появился новый оверрайт вот метода instantiate, который принимает с себя parent, новый параметр. То есть если до этого все эксперименты заключались в чем? Мы создаем объект, потом делаем set parent. Создаем объект, делаем set parent. И я их добавляю просто к одному контейнеру, чтобы они там валялись. Нужно мне так. Но если мы используем вот этот API, то вот этого лишнего шага не происходит, и, соответственно, мы видим некоторое ускорение. То есть видите здесь как бы и первый, и второй ставят чуть-чуть побыстрее, а потом можно дальше экспериментировать. Так, интересно. У нас есть вот эти объекты, они нам в принципе не нужны, чтобы они сразу, вот, их можно было использовать. Давайте мы их будем инстанцировать вообще дизаблантами. Или как это по-русски? Отключенными. Вот, отлично. Давайте мы будем инстанцировать их вообще отключенными. И тем самым у меня там компоненты вообще очень простые, они не делают ничего сложного, но в Unity есть большое количество компонентов, которые при старте там создают кучу всего. Всякие аниматоры, там, физические коллайдеры, там, и так далее. То есть если у вас здесь аниматоры, физические коллайдеры, то вы это прямо увидите в инструментах. Вот. И один из последних примеров, что очень важно знать, это где, собственно, находятся ваши ассеты. То есть что такое ассет? То есть это текстуры, там, всякие модели, там, и так далее. То есть здесь такой пример. Вот у нас есть command buffer. Здесь мы создаем, значит, такой динамический квад, никуда не сохраняем ссылку, то есть он там теоретически, наверное, где-нибудь за garbage коллекция в какой-то момент. И потом рисуем этот квад на какое-то событие камеры. То есть если вы когда-то делали там command buffer, то, в принципе, понимаете, как бы, что здесь происходит. Проблема, что вот эта конструкция ломается через какое-то время рандомно. Вот. И очень сложно отловить, почему так происходит. И ломается она именно из-за того, что здесь не остается ссылки на вот эту вот штуку. И когда происходит unload unused assets, вот, собственно, вот этот вот меш, он там аккуратненько подчищается. Возможно, у вас есть вопрос, почему он все еще работает, когда он за garbage коллекция. И для этого нужно знать следующее, то есть как работают ассеты в Unity. То есть Unity — это на самом деле C++ движок с виртуальной машиной. Соответственно, у нас есть C++ часть и менедж часть. И когда вы создаете какую-то текстуру, то весь вот этот гигантский массив цветов для текстуры, он находится в C++ памяти, грубо говоря. Вот. А вот этот texture2d object, с которым вы работаете, это просто маленький враппер, который просто все вызовы перенаправляет туда, вот в плюсовую часть. То есть он сам не содержит этот гигантский массив цветов. И тем самым получается, что… Несколько примеров. Допустим, мы создали вот текстуру, вот эту myTexture. Значит, что мы делаем? Если мы, допустим, убираем ссылку на эту текстуру, то в какой-то момент вот этот враппер, он с garbage коллектится. То есть враппер убьется, а при этом данные текстуры, они останутся. Они будут там висеть до того, как вы не вызовете unload unused assets. Unload unused assets пробегается по всем объектам в managed памяти и ищет, грубо говоря, ассеты, на которые из памяти никто не ссылается. Примерно так. И убивает их. Соответственно, он убьет вот это. Если мы делаем destroy, то ассет убивается сразу. То есть он у нас как бы не зависает. И тем самым вот этот myTexture, вот этот объектик, если на него еще кто-то ссылается, он останется в таком странном состоянии, когда он убит. И он будет как бы просто висеть. Ну, возможно, особо не мешать. И, соответственно, мы вызовем garbage.gc-collect, и он там убьется в какой-то момент. Значит, здесь есть парочка нюансов. И нюансы эти следующие. Хороший пример — это 3w. Значит, то есть если грубо говорить, если так это грубо говорить, вот у нас и фраппер такой маленький, и 3w, когда загружает какой-нибудь большой объект, он создает буфер в native памяти, чтобы там его хранить, грубо говоря. Соответственно, когда вы создаете новую 3w, он этот буфер создает. Когда вы вызываете 3w dispose, он там внутри вызывает функцию destroy 3w, он эти буферы убивает. То есть все нормально. Но что произойдет, если вы не вызовете 3w dispose? Вы окажетесь в следующем состоянии. Значит, у вас будет висеть вот этот враппер, у вас будет висеть этот враппер до момента, когда произойдет следующий garbage collection. И тут как бы ничего плохого, потому что вызывается garbage collection, вызывается destroyer у этого 3w, distractor у этого 3w, который вызывает destroy, соответственно. Буферы очищают, все нормально. Но вы можете попасть в такую ситуацию, что garbage collector не вызовется сразу, потому что он вызывается, когда, грубо говоря, не хватает памяти. А вы можете, допустим, грузить сейчас ассеты, у вас в managed памяти ничего не происходит, висит вот этот враппер, который тянет за собой вот эту гигантскую штуку, а вы пытаетесь грузить еще что-то. То есть у вас вот эта штука висит просто так, она ничего не делает вообще, и когда-нибудь освободится. Но сейчас из-за того, что она висит вот такая большая, вы можете не влезть по памяти на iOS, и, допустим, вас убьют. iOS вас убьет. И как бы это не странно говорить, но я видел несколько раз, чтобы такое происходило. И просто нужно понимать, из-за чего это происходит и что происходит. Это мой курсор. Упс. Или на другую сторону крутить? Фак. 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 Это выглядит очень тупо, я знаю. Короче, я не понимаю, почему я не вижу этот курсор здесь, но просто заканчивается за несколько времени. Я хотел скипануть вот эту вот вещь. Значит, и я просто скажу, зайдите сюда и прочитайте обязательно вот это. А, я опять очень умно разместил снизу. Я не знаю, что сейчас делать, чтобы вот, в общем, не знаю. В общем, если вы загуглите вот 10 тысяч апдейт-коллс, вы сразу попадете на вот эту статью. В этой статье, которую я написал где-то год назад, написано, какие проблемы вы можете поиметь из-за того, что у вас очень много объектов на сцене с апдейтами. Там гигантская статья, все написано, и я лучше вас перенаправлю сюда. Вы должны обязательно прочитать, чем сейчас пытаться объяснить, как бы, что там происходит. Вот. И пару последних вещей. Первая, последняя вещь, это то, что есть некоторые API, которые могут работать не совсем так, как вы думаете. И вам нужно знать, что они работают не совсем так, как вы думаете. Первое, есть несколько API, которые чрезвычайно медленные. Но все знают, это find и вот всякие вещи. Второе, это камера main, которая на самом деле, как бы это странно ни выглядело, она не кэширует камеру main текущую. То есть каждый раз, когда вы обращаетесь к камеру main, код идет и ищет объект с тегом main camera и камеру у этого объекта, используя те же самые медленные вот эти вот штуки. То есть если у вас вызывается, допустим, камера main один раз в кадр, ну окей, вы этого не заметите. А если у вас есть там какой-нибудь гигантский вложенный луп, в котором вы каждый раз проверяете камеру main, вы увидите этот профайлер сразу же. И есть некоторое количество API, которые возвращают массив, и которые эти массивы аллацируют память под этот массив. Допустим, вот такая невинная конструкция может существенно усложнить вам жизнь, потому что вот эта вот штука возвращает массив всех вершин. И здесь вы видите, что это делается четыре раза. Соответственно, в лупе и сразу же куча памяти, и все это чрезвычайно медленно. То есть как бы нужно было это переписать, сначала сохранить куда-нибудь этот массив, потом по нему пробегаться. И есть несколько API физики, там Raycastle и так далее, которые тоже возвращают массивы, но с 5.3 и 5.4 мы добавили API, которые кончаются на суффикс non-alog, и которые вы можете передавать уже аллацированный массив, который он заполняет. И последняя вещь. Как можно интересным образом набраться всяких полезных знаний? Казалось бы, я назвал это читайте код. К сожалению, наверное, мало у кого здесь есть исходник Unity, чтобы можно было его прочитать. Но у нас есть некоторое количество open source проектов, из которых можно понять, как работает, допустим, UI, как, допустим, постпроцессинг очень интересно читать, особенно часть его, которая отвечает за editor scripting, оттуда можно много чего полезного подчерпнуть. У нас есть Unity Engine DLL, который мы никак не обфусцируем. И не то, чтобы мы советуем вам взять LSPY и посмотреть, что там происходит, а вы можете это сделать, мы как бы не запрещаем. Именно оттуда в какой-то момент люди отрыли классную вещь, которая называется Rewardable List, которая упрощает работу со всякими массивами, листами в editor scripting чрезвычайным образом. И пару лет назад я написал вот эту статью, в которой, собственно, я писал, как это использовать. И самое интересное, что раз в два месяца я ее перечитываю, потому что я забываю, как это использовать каждый раз. И говорю себе большое спасибо, прошлый я, что написал. И, как мы уже видели несколько раз, просто если мы смотрим на то, что нам дает Time Profiler, мы можем очень многое сказать о том, как работает движок. То есть я просто здесь, смотрите, вот тот же самый camera main. Вот он, сгенерированный этот property. Camera main, она вот так отображается. Мы видим, что он идет в find main camera, find object with tag, и на это уходит куча времени. И этот camera main выполняется там в каком-то лупе и так далее. В общем, соответственно, мы своими глазами видим, что оно его не кэширует и кучу времени там тратит. Вот. У меня на самом деле все. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их не сейчас, к сожалению, а где-нибудь в коридоре, потому что у нас время закончилось. Или можете написать мне на вот e-mail, который я предусмотрительно поместил вниз опять, никому не видно. А так, спасибо, что пришли. Надеюсь, что вам было полезно. Спасибо.